Как улучшить качество питания в школах и детских садах, чтобы подрастающее поколение было здоровым? Об этом шла речь на межрегиональном форуме «Качественное социальное питание. Гарантия национальной безопасности». Эксперты обсудили вопросы реализации программы продовольственной политики в России. Также был презентован опыт по предоставлению услуг социального питания в разных субъектах нашей страны. Уже все дошкольные и школьные учреждения питания у нас переданы на аутсорсинг. Несколько компаний у нас предоставляют эти услуги. Кроме того, что они обеспечивают качественное и здоровое питание, по качеству мы уделяем очень большое внимание, проверяем как с помощью компетентных органов, так и родительская общественность у нас регулярно проверяет. Кроме обеспечения качества, операторы занимаются и реконструкцией школьных столовых. На территории региона уже отремонтировано более 60 объектов. Модернизация проходит за счет внебюджетных средств, привлеченных из отрасли. С 2014 года Ульяновская область является пилотным регионом по внедрению социального питания в учреждениях образования, здравоохранения и соцзащиты. Модель государственно-частного партнерства, выстроенная в этой сфере, помогает властям контролировать качество и ценообразование. Ульяновская область достаточно сбалансированно вырабатывает очень красивую, скажем так, цельную политику, именно политику, потому что социальное питание – это действительно отрасль, отрасль должна быть своя стратегическая линия и, соответственно, политика. Вот Ульяновская область, наверное, наиболее последовательный регион, который ее проводит. Глава региона отметил, что подобный законопроект нужен не только региону, но и целой стране. Сергей Морозов подчеркнул, что жизнь детей напрямую зависит от того, что они едят. Если мы не научим правильно питаться детей, если мы не научим правильно определять, что полезно есть, а что, в общем-то, вредно есть, то тогда ни о каких экономических вопросах разговора не может быть. Ни о производительности труда, ни о новых бизнес-проектах, ни о больших проектах, связанных с цифровизацией, потому что, извините, если человек будет болеть, он будет думать только о себе. Губернатор обратился к присутствующим на форуме сенаторам с просьбой поддержать инициативу Ульяновской области и оказать содействие к принятию федерального закона. Предложения главы региона были одобрены. На этой площадке в Ульяновске сейчас собрались представители Вологодской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов, которым очень интересно посмотреть, что получилось за эти годы право применения этого закона социального питания в Ульяновской области. И, конечно, на базе вот этого накопленного опыта надо продвигать федеральный закон. И тот опыт, который мы сейчас послушали в других регионах, дает нам основания считать, во-первых, себя должниками перед регионом. Мы наговорили много больше, чем пока сделали для продвижения этого проекта. И, наконец, разобраться, нужен нам закон о социальном питании или достаточно той уже нормативной базы, которая есть, и сказать, что не будем ломать голову, приезжайте в Ульяновскую область, приезжайте в Вологодскую область, копируйте опыт и распространяйте. Помимо деловых встреч и пленарного заседания во Дворце детского творчества, где проходил форум, свою продукцию презентовали и местные производители. Виктория Шикова, Константин Никитин, Новости Ульяновской правды.